МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начну обзор с той самой четверговой ковид-оперативки, которая теперь у нас традиционно происходит в республике. Хабиров был заметно встревожен, нервничал, был необычно подвижен и как бы иначе себя вел, нежели обычно. Не знаю, с чем это связано, но вероятнее всего, конечно, с теми обстоятельствами, которые сопутствовали прошедшей неделе. Я имею в виду и вот этот скандал, который выхлестнулся уже на международную арену, связанный с РКБ имени Куватова. Напомню, что пресса всего мира опубликовала историю про вот это вот заражение в больнице и про распространение заражения на другие больницы республики. Например, Эхо Москвы федеральное сообщило о том, что 10 крупных больниц в республике Башкортостан так или иначе закрыты или закрывались на карантин и тем самым уменьшали на самом деле объем оказываемой медицинской помощи в республике. В общем, конечно, Хабирову было о чем волноваться. Кроме всего прочего, он успел пообщаться и с Путиным в последующем. Причем Путин напрямую указал Хабирову на недоработки в его работе в борьбе с COVID-19. В общем, конечно, волноваться было от чего, повторюсь. Начал Хабиров оперативку, естественно, с упоминания о обращении Путина к народу. Очередное обращение, четвертое, случилось на этой неделе. Процитирую Хабирова. «Мы с большой радостью восприняли заявление Владимира Владимировича Путина о помощи малым и средним предприятиям». Ну, здесь речь идет о том, что Путин пообещал выплатить всем предприятиям из расчета на каждого работника 12 130 рублей в качестве помощи оплаты труда. Но тут, как говорится, дьявол в деталях. Вот здесь я проконсультировался с бухгалтерами и с людьми, понимающими в налогообложении и сам я кое-что в этом понимаю, и пришли мы к неожиданному выводу, что вот это величайшее благодеяние Путина, которое он сделал с таким перекошенным лицом и, очевидно, не готов был к такому сеансу космической щедрости, так вот это благодеяние на самом деле очень сильно смахивает на аферу. Дело в том, что давая 12 130 рублей бизнесмену на оплату зарплаты, Путин ставит условия. Бизнесмен должен сохранить рабочее место, сохранить зарплату и сохранить работника на месте. Вроде как бы неплохо, но дальше включаем математику и бухгалтерский учет. Дав 12 тысяч рублей на оплату зарплаты, задолженности по зарплате или как уж там, Путин заберет обратно 27 тысяч. Вот смотрите, модель следующая. Предположим, в предприятии есть работник, которому нужно заплатить зарплату, и зарплата у него обычная, средняя по башкирии, 36 тысяч рублей. Так вот, налоги на такую сумму, чтобы получить ее на руки, составят 27 тысяч рублей. Путин даст 12, значит 15 еще нужно доплатить из своего кармана, чтобы выплатить еще и зарплату 36 тысяч. Понимаете, да? Как говорится, следите за руками. Многие из бизнесменов прокомментировали мне это так, что они, возможно, даже и не увидят этих денег, потому что у всех, у многих, по крайней мере, образовались уже задолженности и по налогам, и по зарплате, и, соответственно, эти деньги просто пройдут по счетам, и тут же будут взысканы налоговые в качестве недоимки. Нет здесь повода для восхищения, однако Хабиров по долгу службы должен был восхититься. Вернемся дальше к оперативке и посмотрим, что же он там такое дальше рассказывал. Цитирую Хабирова. Вообще, его нужно много цитировать. Он на этой оперативке сказал много важных таких вот дословно цитируемых вещей. Чем больше будем выявлять, тем быстрее выйдем из этой тяжелой ситуации, сказал Хабиров о, естественно, проблеме коронавируса. Что бы означала эта фраза, до конца непонятно, но, судя по всему, Хабиров начинает готовить почву к резкому подъему количества заболевших в Башкирии, что наводит на печальные мысли о том, что статистикой заболеваемости и смертности в Башкортостане в части COVID-19 все-таки манипулировали. Здесь я про себя отмечу, что Хабиров попадает в некую математическую ловушку. В том смысле, что если занижать количество заболевших, то тогда количество умерших даст тот чудовищный процент смертности, который мы имеем на данный момент. Я говорю о том, что в среднем по России смертность от COVID-19 составляет, внимание, 0,87%. А в Башкортостане смертность от COVID-19 составляет, внимание, 0,76%. То есть практически в 4 раза больше, чем в среднем по России. О чем это может говорить? Это говорит на выбор о двух вещах. Первое, что у нас из рук вон плохая медицина, и народ мрет, как мухи от этой болезни, и мы ее не лечим. И второе, что мы занижаем количество заболевших. То есть если бы количество заболевших было существенно больше, то и процент бы этот стал существенно меньше. В общем, вот в такую ловушку попадает Хабиров. Судя по всему, конечно, некой манипуляции с заболеваемостью в республике есть. Связаны они, конечно же, напрямую с той ситуацией, которая сложилась вокруг РКБ имени Куватова. Я имею в виду вот эту совершенно непонятную, абсолютно нелогичную позицию Хабирова в отношении Эльзы Сверклановой. Какие уж там дружественные, теплые отношения связывают лично Хабирова или его семью с этой мадам, я не знаю. Но уловить момент того, что защищать ее было нельзя, наверное, Хабирову стоило. Эльза Сверкланова, очевидно, повинна в определенных нарушениях, связанных с регламентом в лечебных учреждениях. Я не знаю, сможет ли следственная группа сейчас доподлинно в этом всем разобраться. А самое главное, хочет ли эта следственная группа разбираться в этих обстоятельствах. Но, на мой взгляд, нужно сейчас же заходить в больницу, нужно изымать документацию, нужно проводить опросы все еще живого персонала и пациентов. Дело в том, что трупы в полиэтиленовых обертках из больницы имени Куватова продолжают поступать родственникам. Вот на этой неделе было сообщение о том, что выдали вот этого несчастного, который приехал с диабетом, а уехал в три слоя обмотанной пленкой из этого лечебного учреждения. В общем, я не знаю, сколько еще этих трупов в полиэтилене нужно выдать из этой больницы, чтобы Хабиров все-таки понял, что защищать Эльзу Сверкланову, во-первых, себе дороже, во-вторых, неправильно, и перестал это делать. Но вернемся опять к оперативке. Дальше Хабиров сказал программную вещь о том, что самое страшное – это скрывать то, что происходит в той или иной больнице. Конец цитата. Вот здесь браво, Радзи Фаридович. Вы, наконец, начинаете понимать, что Эльза Сверкланова совершила действительно самое страшное, что может совершить доктор на ее месте. Хотелось бы, чтобы вот этот вот общий тезис, конечно же, распространился и на нее тоже. Посмотрим, насколько эта ситуация будет меняться, насколько она будет развиваться на следующей неделе, и я абсолютно уверен, что она будет развиваться. Далее на оперативке Хабиров сообщил о том, что все-таки крупные предприятия Башкортостана, после того, как прокатился абсолютный шквал насмешек в их адрес, я имею в виду то, что где-то в начале недели БСК и УГМК, крупнейшие игроки крупного бизнеса в Башкирии, пожертвовали суммы 2,5 и 1 миллион рублей на борьбу с коронавирусом. Это, конечно, вызвало просто нервный смех среди общественности. И вот эти два крупных предприятия синхронно выделили по 35 миллионов рублей. Куда же денутся эти 70 миллионов рублей, на что будут потрачены? Кто бы сомневался, что распоряжаться этими немаленькими деньгами доверит, конечно же, самой честной, самой непредвзятой и самой не скомпрометированной организации Единой России в Башкортостане. В общем, так я еще не смеялся никогда, потому что можно было бы просто эти деньги в сумке оставить на вокзале, и, наверное, вероятность их сохранности была бы существенно выше. Но нет, Радий Фаритович доверяет своему другу и товарищу Рустему Маратовичу Ахмадинуру распорядиться этими деньгами. Далее последовал отчет о том, как же будет, что же будет с этим 70 миллионами. Сообщили, что 70 миллионов будет потрачено на продуктовые коробки, так называемые, которые будут раздавать наиболее нуждающимся семьям. В основном семьям с детьми. Интересная специфика. Этого благоденствия будет присутствовать. Если в семье один ребенок, семья получает, естественно, одну коробку. Если два ребенка, то тоже одну коробку. Если три ребенка, то тоже одну коробку. А вот если четыре, тогда ей дадут две коробки. Довольно смешно это все. С точки зрения логики никак не понятно. Далее Хабиров заговорил о голоде. Не надо, Радий Фаритович, нас раньше времени пугать, но, тем не менее, говорил Хабиров о голоде. И он сообщил, что все проблемы с питанием у граждан – это прямая ответственность глав районов. Правда, не сообщил, каким образом главы районов будут бороться с голодом, даже если он наступит. И целиком всю оперативку, наверное, обсуждать нет смысла, потому что на ней были абсолютно пустые и какие-то размытые доклады, например, того же Забелина, который, очевидно, находится в прострации, который понимает, что его карьера находится как минимум под угрозой. И речь Забелина на этой оперативке была абсолютно пустой. То есть он опять повторил статистику, опять, значит, в эти 219 заболевших, количество умерших, количество находящихся в стационарах. Единственное, что прозвучала цифра о том, что в 40 муниципалитетах из 63 в Башкортостане уже зафиксированы инфекции COVID-19, и остальные цифры были уже, что называется, протухшими слегка. Важнейшим моментом, который был озвучен на оперативке, стал момент того, что с 20 апреля, ближайшего понедельника, опять меняется схема разрешения на перемещение, передвижение в Республике Башкортостан и в Уфе. Речь идет о том, что придумана новая схема, которая, на мой взгляд, совсем не новая. Речь идет о том, что старые пропуска и справки, которые действовали до сих пор, с понедельника действовать больше не будут, а будут действовать новые справки. Чем это все друг от друга отличается, уловить не удалось. В справке указываются, понятное дело, фамилия, имя, отчество работника, название компании, режим работы компании, адрес компании, адрес работника. Но позвольте, раньше тоже в справке указывалось название компании, режим работы, адрес, а адрес работника вообще-то у него в паспорте имеется. Было упомянуто то, что будет снова составлен список тех компаний, которые имеют право работать во время вот этих карантинных мероприятий, и полиция как будто бы будет сверять вот эти справки с тем списком, который указан на сайте дорога 02. То есть нужно ввести ННН, который будет указан в справке, и полицейские на дороге как будто бы там проверят все это, правильно это все или неправильно, настоящая справка, ненастоящая справка. Замечательная идея, вот бы еще она работала. Буквально сразу же, ну вот уже вчера вечером, то есть в пятницу вечером, все кинулись смотреть и проверять этот сайт, и выявилась одна очень забавная, значит, такая особенность. На самом деле сайт вообще толком не работает, не то чтобы для полицейских на дороге, на планшетике или на телефончике, а даже с хороших нормальных приличных компьютеров, с приличным интернетом. Кроме всего прочего, эксперименты показали, что сайт отрицает разрешение на работу, например, у Министерства информатизации, цифровизации, или как оно там у нас называется. Если ввести ННН этого ведомства, то сайт отрицает его право работы сотрудников и так далее. В общем, зато можно подтвердить, что разрешено работать Башспирту и пивному заводу. Судя по всему, программка, прямо скажем, недопилена. Что будет твориться в понедельник, во вторник на дорогах Республики Башкортостан в связи с этим, я даже представить себе боюсь. Все это когда будет помножено, то есть, ну, естественный разнобой в работе кадровых служб вот этих тысяч предприятий, помноженный на скромные возможности интеллекта, значит, постовых милиционеров и прочих правоохранителей, которые все это будут обеспечивать, скорее всего, это превратится в кошмарный кошмар вообще, да, адский ад. И абсолютную дурную дурость, которую, ну, вот в очередной раз пытаются нам породить вот эти вот гении контроля за населением, я имею в виду Сидякин и всю его команду. Ну, вот эта вот мания контролировать людей у Александра Геннадьевича, она, ну, отчетливо носит характер, значит, навязчивой идеи, естественно, но реализовать он ее пока никак не может. Будем надеяться, что у него и не получится. Но самое грандиозное заявление Хабирова на этой оперативке касалось сроков. Всех будоражит один вопрос. Это вот когда же, когда же закончится, когда начнется спад, когда закончатся эти все меры, когда мы вернемся в свое обычное русло и так далее, и так далее. Безусловно, этот вопрос без ответа, ну, никто в мире, наверное, не может на него однозначно ответить, но, тем не менее, этот вопрос постоянно звучит. Так вот, Хабиров нам сообщил о сроках. В весьма своеобразной манере, такой слегка неформальной, я ему сказал, что вот в подобном режиме мы как здрасте просуществуем до июня месяца. Тут, конечно, все вздрогнули, включая федеральную повестку, потому что даже Путин пока еще не взял на себя ответственность ответственность и смелость заявлять о дальнейшем продлении мероприятий. Вообще-то Путин сообщил, что все это длится пока до 30 апреля, а дальше видно будет. Но Хабиров, как говорится, выбежал и побежал впереди паровоза. В дальнейшем, видимо, это ему уже отлилось там в формальных и неформальных моментах. Через какое-то время, ближе к вечеру, появились какие-то такие бесцветные опровержения на тему того, что да вы неправильно поняли, да он не то имел в виду. Но желающие могут пересмотреть запись оперативного совещания, и там четко, понятно, звучит, что да, мы, значит, до 1 июня просуществуем это в подобном положении. Или даже более жестком, о чем все время грозится Хабиров. В общем, конечно, тут произошел некий казусбелли, в том смысле, что полномочия главы государства были легко и непринужденно присвоены руководителем региона. Ну, посмотрим, как из этого будут выкручиваться. Я очень надеюсь, что все-таки вся эта история не будет продлена там до лета, до середины лета, а тем более до конца лета. Но будем смотреть по обстановке. Безусловно, нужно прокомментировать и события, которые происходили в РКБ имени Куватова и иных больницах в связи с заражением этих учреждений коронавирусом. На прошедшей неделе Хабиров насмерть стоял, защищая Эльзу Сертланову. Он даже еще раз выступил в федеральном эфире у Владимира Соловьева, где рассказал о том, что эта женщина больше похожа на мужчину, по крайней мере, по поведению и характеру. Он всячески восторгался ею. Я не знаю, что действительно им движет, я не знаю, какие у него мотивы, но очевидно, они не носят ни государственный, ни политический характер. Очень странно все это выглядит. Ну, посмотрим. С другой стороны, население, люди больные, здоровые, врачи, просто граждане республики до глубины души возмущены этой ситуацией, возмущены действиями Эльзы Сертлановой. В сети в минувший четверг вечером появилась петиция, которая требует, обращается к Министерству здравоохранения почему-то республики Башкортостан, а надо было бы, конечно, обращаться и выше. Так вот, петиция это о том, чтобы все-таки отправить в отставку и уволить с работы Эльзу Сертланову в связи с этими событиями. Я бы добавил от себя, что нужно и всячески способствовать расследованию тех деяний, которые она совершила. Но даже в таком виде петиция набрала уже 5000 голосов, и эти голоса набираются дальше. Я надеюсь, что хотя бы масса людей, которые подписывают эту петицию, убедит и Забелина, и Хабирова в том, что они на самом деле неправы. В такой острой ситуации, в такой опасной обстановке пора бы научиться признавать свои ошибки, потому что в этом нет ничего страшного. Бывает, ошиблись. Бывает, показалось. Ну, были какие-то, может быть, симпатии, еще что-то к этому человеку. Но то, что она сделала, конечно, перечеркивает все вот эти вот симпатии и всевозможные авансы, которые ей были выданы. Население республики совершенно четко и однозначно определилось со своим отношением к этой ситуации. Еще одна история, которая на прошлой неделе меня заинтересовала, потому что я получил огромное количество писем и всевозможных сообщений по любым каналам связи по поводу непонятной обработки УФы каким-то химикатом. Где-то неделю-полторы назад на одном из совещаний промелькнула фраза Ульфата Мустафина о том, что УФу будут обрабатывать 6 миллионов квадратных метров, в городе будет обработано каким-то третичным амилом или чем-то подобным, и больше никакой информации не было. Тем не менее, город начали обрабатывать, и по городу поползли слухи. Тут и разговор о том, что из-за этого химиката умирают птицы. Тут и речь о том, что там невзошедшая трава не взойдет никогда. Как всегда бывает, в неопределенности возникают вот эти слухи. Город миллионный, население не всегда образованное, значит, оно боится всего на свете. Ну, и, в общем-то, правильно делает, потому что в такой обстановке, как сейчас сложилось, наверное, надо всего бояться. В общем, конечно, тревожно. Особенно УФа, которая научена всевозможными феновыми и прочими вещами, когда ее начинают поливать чем-то химическим, начинает нервничать. Я не понимаю позицию мэрии. Почему нет информации на эту тему? Почему мы не знаем, что происходит? Чем они там занимаются? Ну, ладно, это мадам из «Времечка», она там увлечена войнами с художественными школами. Вот это, Алина Сулейманова. Ничего важнее нет, чем задушить директора художественной школы в Черниковке. Для нее, значит, более крупной задачи не стоит сейчас. Чем занимается Мустафин, там заливает свой несуществующий асфальт в какие-то несуществующие ямки и отчитывается об этом, значит, на оперативках. Но надо информировать население по каким-то острым вопросам. Приходится брать все это в свои руки. Я до следующего вторника, до следующего эфира обязуюсь, что смогу выяснить про эту обработку. Попытаюсь выяснить и в мэрии, и в научном сообществе и так далее. То есть нужно выяснить, что за вещество, кто им поливает, какие цели, задачи. Ну, вот весь этот спектр вопросов. И понять, насколько это вообще необходимо городу, и насколько это опасно или не опасно для населения. Я попробую это сделать. Во вторник немножко нарушим наш обычный ритм. Обязательно во вторник вместе с оперативкой расскажу о том, что я узнал по поводу вот этого вот третичного или нетретичного амила, которым обрабатывают город Уфу. Теперь давайте немного поговорим о фейк-ньюс. Об этом много говорят и на федеральных каналах, и других источниках. Напомню, что в связи с эпидемией, пандемией коронавируса даже изменилось наше законодательство, и теперь, например, за фейк-ньюс о эпидемии можно схлопотать реальный срок. То есть речь идет о том, что если кто-то как-то, особенно в СМИ, информирует людей ложным образом, создает панику или просто искажает информацию, то это может быть расценено как преступление и наказываться уголовным образом. Это очень важная и очень правильная вещь, потому что в такие напряженные моменты, когда в процессы вовлечены миллионы людей, достаточно одного слова, чтобы наступили какие-то огромные, а иногда и непоправимые последствия. Тут речь идет и о панике, тут речь идет и о финансовых рынках, и о многих-многих таких вещах. На прошедшей неделе у нас однозначно в медиапространстве образовался факт подобного явления, я имею в виду фейк-ньюс, и фейк-ньюс этот произошел в эфире радио «Эхо Москвы» устами господина Мурзагулова, и я думаю, что на это нужно обратить внимание Следственному комитету, который просто обязан расследовать это событие. Ну, давайте обо всем по порядку. Судя по всему, в последнее время, ну, в результате всех вот этих вот действий, всей этой как бы пиар-команды, позиции господина Мурзагулова всерьез пошатнулись в Белом доме, и он предпринял, как обычно, два своих стандартных действия. Это он побежал на «Эхо Москвы», где, в свою очередь, начал клясться в своей ненависти к Навальному. У нас уже так повелось, что, чтобы не произошло у Мурзагулова плохого в жизни, во всем виноват Навальный. Ну, я знаю, что они личные враги, я знаю, что Навальный снял его с выборов там в Подмосковье, когда Мурзагулов пытался имитировать из себя какого-то там латентного либерала и пытался избраться там в какой-то поселковый совет через партию Гудкова, а Навальный, значит, там этому воспрепятствовал. В общем, вот эта вся их вот эта Санта-Барбара, она тянется до сих пор, и теперь, как только у Мурзагулова, значит, там перегорит лампочка в туалете, он начинает тут же проклинать Навального. Ну да ладно, это все мелочи, это все их личные там кухонные какие-то разборки, но в процессе вот этого выступления на эхе Москвы Мурзагулов наговорил, по-моему, себе все-таки на срок. Я говорю о том, что он стал называть данные цифры. Вот это именно то, о чем говорится в этих законах о фейк-ньюз. И Мурзагулов сказал, что Башкирия находится на 50-м месте по зараженности коронавирусом в России. То, конечно, мы бы были не на 50-м месте по количеству больных, да? Напомню, что у нас, значит, 85 позиций списка субъектов Российской Федерации. И вот Мурзагулов утверждал, что в минувшую среду республика Башкортостан находилась на 50-м месте. Причем он сказал это дважды в эфире. Эфир есть, можно проверить. Данные на тот момент говорили о том, что Башкирия на минувшую среду находилась на 10-м месте по зараженности в Российской Федерации. Что мы здесь имеем? Мы имеем отчетливый факт фейк-ньюз. Дело в том, что вот эти фейковые новости могут быть ведь не только негативного характера, а они могут быть лживыми и в позитивную сторону. Вот смотрите, если вам говорят, иди на улицу, там тепло, жара, прекрасная погода, ты выходишь на улицу, там льет холодный проливной дождь, промок и простыл. Вот, пожалуйста, действие вот этого фейк-ньюз, который вроде как бы был, ну, новость была как бы позитивная, да? Замечательная погода. Так вот, Хабиров нам выдал то, что у нас замечательная обстановка по COVID-19, можно ничего не бояться, не опасаться, снимайте маски, расходитесь, значит, жарьте шашлыки. Это я уж так утрирую. Но, по сути, человек дал ложную информацию о ситуации. Человек представляет крупнейшее в Башкирии информационное агентство. И людям неискушенным, которые не знают, кто такой Мурзогулов, по сути своей, конечно, нет повода ему не верить. Ничего себе, целый руководитель попечительского совета Башинформа сообщает нам, что Башкирия находится на благостном 50-м месте. Тогда как, на самом деле, ситуация более серьезная и более опасная. И Башкирия находится в этот момент на 10-м месте по зараженности коронавируса. Вот о чем я говорю. Понимаете, что фейк-ньюс порождают не блогеры, не какая-то там серая среда интернета, а непосредственные руководители информационного агентства в Республике Башкортостан, государственного информационного агентства. Мне кажется, все-таки на эту ситуацию нужно обратить внимание и следственным органам, и вот этим покровителям-патронам Мурзогулова. По-моему, человек этот заигрался, человек этот потерял всякую компетенцию. Впрочем, он, в общем-то, и руководствовался всегда методиками вот этих замшелых рахиновских времен. Все его вот эти пиар-технологии простенькие, незамысловатые, уже в последнее время, конечно, очевидно, торчат, как уши из-за спины. Ну, не производят не то, что никакого впечатления, а производят скорее разрушительные действия и на репутацию Хабирова, и в целом на репутацию власти. В общем, конечно, надо задуматься о целесообразности вот этого гражданина на этих должностях, понять бы, зачем ему служебный автомобильчик выделили, хотя он там как бы на общественных началах. В общем, конечно, надо взглянуть на него так всерьез и надолго. Тревожные новости приходят из Сибая. Это многострадальный город, который все еще управляется орденоносцем Авзаловым. Опять прославился, опять, значит, ЧП, загорелась городская свалка. Мне прислали вот эти вот чудовищные фотографии, где даже на очень большом расстоянии видно, что интенсивность задымления очень высокая. Видимо, городу не хватает тления карьера и добавляется горение свалки. Я не понимаю, почему в этом городе происходят все время какие-то пожары. Не понимаю, почему вот этот орденоносный мэр так плохо справляется со своими обязанностями. Сибай в числе других тоже является очагом заражения коронавирусом. То есть вот эта история с торговцами мясом на базаре, она имела свои последствия. За Сибаем следим внимательно, за Сибаем следим с тревогой. Еще одна новость, не относящаяся к COVID-19, то ли комическая, то ли сатирическая, я не знаю, но вот о чем идет речь. В России еще до всей этой пандемии начался конкурс «Лидеры России». Это такой конкурс, который проводит администрация президента, где могут участвовать все желающие. И он идет в много-много этапов. Там сначала дистанционно, потом, когда уже подходит финал, все собираются в Москве. Речь идет о выявлении потенциальных лидеров для политической сферы страны. В данном случае именно к выборам, которые грядут у нас там в 2021 году и далее. Десятки тысяч человек поучаствовали в этом конкурсе, пока еще заочно. Там всевозможные задания, разные эссе, всевозможные испытания проходят. Они продвигаются дальше по этим этапам. Так вот, в Башкирии, например, в этом конкурсе поучаствовал Рустам Ахмадинуров. Известный в узких кругах политик, депутат госсобрания. Человек, прямо скажем таки, не новый в политическом пространстве. И, казалось бы, обреченные на успех, ну что ему там эти зеленые сопливые мальчишки, которые, значит, пытаются там чего-то реализовываться в этой сфере и так далее. Но случилось страшное. Рустам Маратович вылетел на начальном этапе этого конкурса, не пройдя, по-моему, барьер даже в 30 тысяч человек. Потерял право именоваться лидером России. О чем это говорит? Это говорит, конечно, о, прямо скажем, скромных возможностях господина Ахмадинурова в части политической борьбы и вообще работы в политике. Тем не менее, это не отменяет его депутатство в госсобрании. Но ставит под вопрос, наверное, дальнейшее продвижение по карьерной лестнице в политике. Ни для кого, наверное, не секрет, что Рустам Маратович лелеет мечту стать депутатом Государственной Думы на ближайших выборах. Он всячески полагается на свои дружественные отношения с Хабировым и всей командой управленцев. Но вот тут вот этот факт, конечно, должен быть отмечен и должен отложиться в сознании, что человек даже какой-то примитивный деревенский конкурс не смог пройти, чтобы как-то подтвердить свою квалификацию. Неужели мы его будем выдвигать дальше в депутаты Государственной Думы? В общем, конечно, тут непонятно, то ли смеяться, то ли плакать. Редактор субтитров А.Семкин